С портинга Спартак начал с безродным роль Лео Хавбека и первый намек на угрозу москвичей создали из этой зоны. Но в целом стартовая 45-минутка осталась за гостями. В силовом плане наши смотрелись убедительнее, а вот более высокое индивидуальное мастерство португальцев обеспечило легкость их атакам. Прибавь спортинг в мощи, это была бы команда экстра-класса. Но Хорвард, легко убравшись пути Ананка, не имеет сил, чтобы пробить Филимонова, а Бету чуть позже не успевает опередить свои штрафные гулатуры. Игра остается равной недолго. Никак не удается прихватить Сапинту, который просто рвет оборону москвичей. По ходу эпизода его то и дело держат двое, и каждый раз португалец оставляет защитника Спартака статистами. Нервы на колене у всех до предела. Филимон их переводит на угловой мертвый мяч и пытается рыков стряхнуть партнеров, а вот те на ошибку своего вратаря реагируют молча. И Сапинту, которому мяч сваливается просто с неба, удивлен этим не меньше, чем когда-то Ньютон, упавшим яблоком. Перелом в игре происходит благодаря Робсону. Финты гостей сильно задели самолюбие русского бразильца. Две атаки москвичей под занавес тайма, по сути, вылиты в одной форме. Ширкой за всех сил борется за мяч, а Робсон завершает усилия своего напарника. Сначала через себя, но в руки шмейхелю. Затем просто, без особой изощренности, но зато точных паутинок. Второй тайм по-настоящему начинается ударом Гулатова. Издали, красиво, с подкруткой, жажду чуть выше. Спортинг заметно подустал. Скорости уже не те, стало больше проигранных единоборств. И лишь Сапинту по-прежнему хорош во всем, кроме завершающей старей атаки. К тому же тренер гостей Инасио явно опоздал с заменами. В отличие от Романцева, который сыграл на опережение, выпустив на поле баранова Смархау. Второй Спартак из-бразилец становится главным героем матча. Два его гола красавца не только приносят москвичам победу, но и заметно улучшают их разницу в забитых и пропущенных мячей. 3-1. Вторая победа Спартака в трех матчах. Но пока создается впечатление, что москвичи играют на пределе своих возможностей. На морально-волевых, без особого запаса. Однако для победы над спортсингом домашней встречи это оказалось достаточно. АПЛОДИСМЕНТЫ